По новой схеме обращения с отходами Татарстан будет разделен на две зоны, западную и восточную. В первую войдут Казани, соседние районы, во вторую – Закамье. В каждой зоне теперь аккумулировать весь мусор будут региональные операторы. В западной – это компания по ЖКХ, восточный – Гринта. Теперь этот крупный бизнес будет в ответе за все мусорные процессы – от вывоза до переработки или утилизации. Компании, что раньше по отдельности выполняли те или иные функции, станут подрядчиками рекоператора и войдут в единую систему управления мусором. Все эти виды деятельности станут равноценными и равнозначными звеньями одной цепи. Так, например, что касается накопления отходов, то ни для кого не секрет, что сейчас в одних районах есть система контейнерного сбора, в других доступен только мешочный сбор. Например, с приходом регионального оператора система контейнерного сбора должна быть доступна каждому жителю. Как будет работать новая схема, сегодня объясняли руководителям полигонов. Все не должны будут подписать договор с рекоператором, а он в свою очередь заключит соглашение об услугах с теми, кто и производит мусор – это организации и граждане. За жителей многоэтажек документы оформят и к управляющей компании. По новой схеме тариф будет единым для всей республики. Ждут, что расценки возрастут, но при этом у коммунальщиков повысится качество работы. Если мы в учет объем принимаемого отхода будем вести в соответствии с законом, тогда у нас, наверное, может даже состояние коммерческое улучшится, думаю. Ожидается небольшое повышение тарифа, но не следует забывать, что повысится качество предоставляемых услуг, повысится системность и доступность, главная доступность этой услуги каждому жителю нашей зоны деятельности. Какая будет стоимость до конца этого года, предстоит решить Республиканскому комитету по тарифам. Все мусорные новшества вступят в силу уже с 1 января. Дмитрий Аринин, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин